Всем привет, ребята, вы на канале Мэри Гэймс, и мы продолжаем играть в мою кофейню рецепты и истории. Это старое видео, поэтому не удивляйтесь тому, что вы можете здесь заметить или увидеть. Ребят, моя цель в этой игре это истории. Ну что ж, начинаем. С нами хочет поговорить Татьяна. Я немного беспокоюсь за одного из наших посетителей. За кого? Кевин в последнее время выглядит подавленным. Нам стоит поговорить с ним, попытаться его ободрить. Наш веселый почтальон что-то совсем сник. Хорошо. Кевин, вы выглядите подавленным. Прошло столько времени, а Эльза по-прежнему не хочет общаться со мной. Может, ей нужно больше времени? Ну я-то с каждой минутой не молодею. Может попросить вас поговорить с Эльзой и разузнать, что она думает по поводу наших отношений? Хорошо, я поговорю с ней. Эльза, Кевин говорит, что вы его избегаете. Можете сказать, в чем причина? Ох, не то чтобы Кевин мне не нравился. Он очень милый. Но я не могу начать новую страницу в моей жизни, не перелеснув старую. Не зацикливайтесь на прошлом. В том, что вашего супруга убили, нет вашей вины. Да, но все же, как можно спокойно жить дальше, зная, что убийца Леопольда спокойно разгуливает на свободе? Леопольд, имя вашего мужа? Да. Можно вас попросить узнать у Ватсона, как продвигается расследование? Мне уже немного стыдно. Каждый день по несколько раз пристаю к нему с расспросами. Конечно, я поговорю с Ватсоном. Ватсон, как продвигается расследование убийства Леопольда? Дело закрыли. Как так? Убийца уже нашли? Судя по повторной экспертизе, это было самоубийство. Есть у меня ощущение, что заключение шито белыми нитками, но ничего поделать не могу. Официально я не имею права расследовать его дальше. Неужели вы думаете, что... Кто-то очень постарался, чтобы закрыть мое дело. Тут явно что-то не так. Я могу чем-нибудь помочь? Ничто не мешает заниматься расследованием в свободное время. Использовать к... неофициальные источники. Вы предлагаете мне заняться расследованием? Думаю. Вас можно впоследствии даже постоянным консультантом в полиции оформить. Ха-ха. По кофейным делам? Консультант по различным вопросам будет звучать внушительнее и без ненужных подробностей. С чего стоит начать в первую очередь? Для начала узнать имя первой жены Леопольда. Поговорите с Эльзой. Вдруг она все-таки его вспомнит. А почему вы сами этого не сделаете? Скажем так, я не уверен, что за мной не наблюдают. Пусть думают, что дело закрыли и все на этом. У вас полная свобода действий. В рамках закона, естественно. Так же не стоит лишний раз поднимать эту тему в наших разговорах, пока у вас не будет чего-нибудь действительно стоящего. Ух, прямо шпионские игры какие-то. Ну что вы, банальная осторожность. Что ж. Эльза, по поводу Леопольда. Да, что вам удалось выяснить? Официально Ватсон больше не ведет расследование убийства Леопольда. Дело закрыли. Возмутительно. Как это можно было сделать? Факт убийства налицо. Уж поверьте, я задействую все свои ресурсы, чтобы... Ватсон попросил меня немного помочь ему в расследовании. В частном порядке. И как же это? Сварить ему вкусный кофе? Вы хотите найти убийцу вашего мужа? Вспомните имя первой супруги Леопольда. Ох, простите меня за это замечание. Нервы уже сдают. Чувство собственной беспомощности в этой ситуации просто сводит с ума. Леопольд упоминал свой первый брак лишь вскользь. Имени я не знаю. Однако, вы можете поговорить с Дональдом. Он довольно много общался с моим мужем. Спасибо, Эльза. Я поговорю с Дональдом. Дональд, насколько хорошо вы знали Леопольда, мужа Эльзы? Достаточно давно и хорошо, чтобы не доверять ему вести мою бухгалтерию. Хе-хе-хе. А почему вас это, эээ, интересует? Мы пытаемся выяснить имя его первой супруги. Он как-то упоминал его. Имя такое, ммм, книжное. Эх, вертится на, эээ, кончики языка. Нет, не могу вспомнить. Дональд, напрягитесь. Это очень важно. Вот вместо того, чтобы, эээ, напирать, помогли бы лучше. Вы как раз можете это сделать. А какие ассоциации вызывает у вас ее имя? Ох, этих, эээ, штучек мне у психотерапевта хватает. Давайте лучше обойдемся шоколадным тортом. Окей. Ваш шоколадный торт, Дональд. Спасибо. О, я, эээ, вспомнил, как ее звали. Алиса Кэрол. Можете еще что-нибудь о ней рассказать? Насколько я помню, у нее было, эээ, что-то связанное с одной из страховых компаний в нашем городе. И, ммм, она вроде переехала в другой город несколько лет назад. Вы знаете, как с ней связаться и как ее найти? Я же не сыскное агентство. Обратитесь лучше в полицию или к этому, ммм, Биллу. Он мастер всякую информацию, эээ, добывать. Сочно, Билл. А со мной еще хочет поговорить Клайд. Клайд, вижу, вы пребываете в отличном настроении. В чем причина? С сегодняшнего дня Эмили моя дочь. Официально, по всем бумагам. Поздравляю. Кстати, вы последнее время не разговаривали с Эльсой? Это та томная вдобушка, у которой мужа убили? Нет, а в чем дело? Она должна была рассказать вам нечто очень важное. Видимо, не такое уж и важное, раз она до сих пор молчит. Ну, а я навязываться не буду. Своих забот хватает. Понятно, спасибо, Клайд. Все-таки нам нужно поговорить с Биллом. Билл, нужна ваша помощь. Всегда пожалуйста. Как футболиста или как программиста. Понадобятся ваши компьютерные таланты. Можете найти сведения о некой Алисе Кэрол? Понятно, нужна дополнительная информация. Алиса раньше жила в нашем городе. И еще у нее есть связь с одной из страховых компаний. С этим уже можно работать. Совпадений все равно слишком много. В общем, мне понадобится больше времени. Больше времени и что-нибудь стимулирующее работу мозга. Например, американо с мускатом и сливками. Приготовьте его, а я разыщу необходимую информацию. Хорошо, спасибо, Билл. Держите, американо с мускатом и сливками. Нашли что-нибудь об Алисе Кэрол? Спасибо, да, нашел. Вы только Ватсону не говорите, что я вам эту информацию раздобыл. Он после того громкого дела с Моной Лизой, ну уж очень правильным стал. Очень интересная личность это ваша Алиса. Она занимается политикой? На те деньги, что она потратила на больничные счета, можно было вполне организовать президентскую кампанию. Страховые агенты наверняка плачут при упоминании ее имени. Почему вы так решили? Каждую неделю ушибы, синяки, растяжения. Было пару десятков переломов. Пом-пу-ром-пум-пум. Да уж ей не позавидуешь. Послушайте, причины травм. Нападение бешеной белки, газонокосилка, потерявшее управление. Про лестницы и банановые шкурки я вообще молчу. Она хоть жива сейчас? Да, и, судя по всему, бежала из страны. Недавно сняла все деньги со счета и купила билет в один конец до Пекина. Вы можете узнать, где именно она сейчас находится? Извините, но ее след теряется сразу после прибытия в Китай. Эту Алису разыскивают за преступление или что-то в этом роде? Мисс Кэррол подозреваемая в деле об убийстве мужа Эльзы. Ого! Хотя мне сложно представить ее в роли хладнокровного убийцы. Может, поищем что-нибудь по второму подозреваемому? Я слышал, что их двое. О нем мне пока ничего не известно. Ну, наверное, тогда вам стоит поговорить с Кевином. Если он скажет что-нибудь, за что можно уцепиться, обращайтесь. Спасибо, Билл. Кевин, у меня для вас печальные новости. Эх, рассказывайте уже. Эльза сказала вам, что между нами все кончено. Не совсем. Эльза не готова строить новые отношения, пока не раскрыто убийство ее мужа. Это уже что-то. Ну и как идет расследование? Им удалось найти первую жену Леопольда. Нет, она бежала из страны и пропала. Остается еще второй подозреваемый. Тот с одеколоном. Да, вы можете вспомнить что-нибудь еще, кроме запаха, что могло бы указать на него? Нет, но мы можем попробовать вычислить преступника по одеколону. Боюсь, патрульный пес Ватсона, нам здесь не поможет. Слишком много времени прошло. Да, я не это имел в виду. Послушайте, я с детства мечтал стать парфюмером. Правда, не сложилось. А одеколон подозреваемого явно был сделан на заказ. А я в этих вещах разбираюсь. Можно попробовать воссоздать парфюм злодея. И что нам это даст? У меня есть знакомый парфюмер. Если у меня будет список ингредиентов, я могу попробовать узнать, кто заказывал одеколон с такими составляющими. Понимаете? Интересная идея. Как я могу помочь? К вашему сведению, для изготовления духов используются те же самые составляющие, что уже есть у вас в кофейне. Тогда давайте попробуем сами составить букет. Я соберу все наши специи и добавки. Хорошо, композиция состояла из четырех ароматов. Основа свежий бодрящий аромат. Его оттенял второй, сладко терпкий, с легкой горчинкой. Третий компонент – легкая цветочная, можно даже сказать женственная нота. И, наконец, четвертый – сердце композиции. Что-то очень пряное. Мне на ум почему-то сразу пришла Индия. Ну, как-то так. Очень красивое описание, Кевин. Что будем искать в первую очередь? Начнем с основы, свежая и бодрящая. Вы пока подумайте, что это может быть, и мы продолжим в следующий раз. Почему в следующий? Давайте угадывать сейчас. Ладно, только приготовьте что-нибудь с легким ненавязчивым ароматом, чтобы подготовить мои обонятельные рецепторы. Чай по-восточному с бодьяном идеально подойдет. Ваш чай по-восточному с бодьяном. Готовы найти первую составляющую одеколона подозреваемого? Благодарю. Да, как вы понимаете, нам нужно что-то со свежим и бодрящим ароматом. Мята? Да, свежесть определенно есть, но запах не тот. Надо отвлечься. Приготовьте чай по-восточному с бодьяном, чтобы освежить обоняние, и продолжим. Значит, лимон. Точно, основа эфирные масла лимона. Напомните, что мы будем дальше искать. Сладко-терпкий аромат с легкой горчинкой. Но сначала надо немного отвлечься. Приготовьте пломбир с лепестками розы и сливками. Ваш пломбир с лепестками розы и сливками. Готовы определить второй компонент одеколона подозреваемого? Да, мы ищем сладко-терпкий аромат с легкой горчинкой. Что это может быть, по-вашему? Шафран? Вот он. Тот самый сладко-терпкий аромат с легкой горчинкой. Напомните, что же будет дальше. Нам нужно найти что-то, что добавляло бы в одеколон легкую цветочную, можно даже сказать, женственную ноту. Но сначала приготовьте чай с анисом, корицей и лимоном. Может быть, это ваниль? Сразу вспомнилась мамина выпечка. Но этого аромата в композиции не было. Роза? Точно, Роза. Как я мог забыть этот нежный аромат? Остался последний ингредиент, правильно? Да, мы ищем что-то очень пряное. У меня этот запах вызвал ассоциации с Индией. Но сначала приготовьте американо с мускатом и сливками, чтобы освежить обоняние. Вот ваш американо с мускатом и сливками. Это кардамон. Вот она, пряная нотка из Индии. Теперь у нас есть все составляющие одеколона подозреваемого. Что вы планируете делать дальше? Поеду к своему знакомому парфюмеру. Надеюсь, вернусь уже с именем потенциального убийцы мужа Эльзы. Желаю удачи. Расскажите, что вам удастся выяснить. Конечно. Кстати, спасибо за ваше терпение. Возьмите пять алмазиков. Вы наверняка с ног сбились, перебирая все эти специи. О, благодарю. Как прошла встреча с парфюмером? Пришлось сделать пару звонков коллегам моего знакомого. Результат. За последние четыре года только один человек заказывал одеколон с нашими ингредиентами. Мне даже дали его имя. Тогда почему вы недовольны? Мне кажется, оно не настоящее. Клиент подписался, как мистер Фиск. Звучит, как псевдоним какой-то. Да и поиск в интернете ничего путного не дал. Я поспрашиваю посетителей. Вдруг имя покажется кому-нибудь знакомым? Я, конечно, не навязываюсь в советчике. Да, в чем дело? Если это тот самый человек, который, ну, вы понимаете, то лишний раз упоминать везде его имя, наверное, не стоит. И то правда. Хотя есть один посетитель, к которому, как мне кажется, можно обратиться. Маргарет. Почти угадали. Я имел в виду Карла. Он как раз производит впечатление человека, который может знать таких людей. Да, наверное. Карл. Вы знаете кого-нибудь по имени мистер Фиск? Хе-хе, вот уж не думал, что услышу это имя от вас. Я очень не хотел бы его забыть навсегда, но, видимо, не получится. Можете пояснить? Фиск. Это прозвище, с латыни переводится казна. Так себя называет главный финансист синдиката. Вы как его узнали? Я помогаю расследовать убийство мужа одной из наших посетительниц. И он является подозреваемым? Тогда готовьтесь к тому, что обязательно всплывут какие-нибудь большие деньги. А может, еще пара-тройка тел. Окей. С кем же, с кем же поговорить? Дональд Мэнсон. А как ваши дела, Дональд? Превосходно. Нам руководящей должности, знаете ли, заскучать не дают. Простите, но вы же уже не мэр. О чем сейчас идет речь? Разве я не говорил? Мне, эээ, предложили работу в одном частной структуре. Я согласился. И как вам там работается? Замечательно. Нет ничего лучше, чем достойно оплачиваемое место, где вдобавок, эээ, твой опыт и способности ценят по достоинству. Ну что ж, там тебе и место. Карл. Что вы подарили Маргарет на серебряную свадьбу? Отвез ее в романтическое путешествие в Гималайи. А на золотую? Съездил и забрал ее обратно. Ха-ха-ха. Бедняга. О, Эмили. Эмили, как дела на работе? Так себе. Вчера листала книгу про животных и поймала себя на мысли, что жираф это лошадь, выполненная по требованиям заказчика. Кажется, мне пора в отпуск. Да. Какие планы на будущее, Петрович? Вот выйду на пенсию и закончу свою вторую книгу. О, вы пишете? Нет, читаю. Хм. О, неужели, Ватсон. Мне удалось узнать кое-что важное по делу Леопольда. Рассказывайте, только не говорите слишком громко. Давайте я все запишу. Первую жену Леопольда звали Алиса Кэрол. Хорошо, вам удалось узнать, где она сейчас находится? Китай. Судя по всему, она бежала из страны. Что ж, это неудивительно. Она являлась главной подозреваемой. По заключению эксперта, выстрел был произведен невысоким человеком. Вам известно ее точное местоположение? Алиса приземлилась в Пекине. После аэропорта ее след теряется. Хорошо, тогда пробью ее по своим каналам. Так, а по второму подозреваемому что-нибудь удалось разузнать? Его зовут Мистер Фиск. Хм, впервые слышу это имя. Вам удалось выяснить, кто он? Да, он главный финансист синдиката. Все сходится. Синдикат заметает следы. Свидетель или соучастница пропадают. Подтасовываются результаты экспертизы. Дело закрывают. Что вы планируете делать дальше? Осторожно разузнаю побольше о прошлом Леопольда. И о наших подозреваемых. А как же Кевин и Эльза? Что мне им сказать? Я сам с ними поговорю. Как-нибудь потом. Объясню ситуацию. На этом пока все. Дальше я сам займусь расследованием. И обязательно сообщу, если снова понадобится ваша помощь. И еще один момент. Да. Пока я не могу официально оформить вас консультантом. Но за содействие вершению правосудия лично от меня примите розовый подарок и три алмазика. Благодарю. Ну что, ребят, на этом история пока что заканчивается. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok